Сказка С вами хочу С вами вас уйти С нами твоя Новый год Успокойтесь, успокойтесь матушка Это ты негодница И сколько раз буду тебе говорить Не называй меня матушкой Хорошо, матушка Что? Снова? Я для тебя Параша Тарасовна Повтори Параша Тарасовна Отца моего тарасовна Повтори еще раз Параша Тарасовна Вот я Параша Тарасовна Параш Тарасовна Вот я Снова Параша Тарасовна Снова А ты сегодня Истопила? Истопила 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 Ой, Анташа, с праздником вас, параша-заразка. С каким еще таким праздником? Как с таким? Сегодня же 31 декабря. Точно. Ты меня совсем запутала. С тобой все на свете позабудешь. Сегодня же Новый год. Будем отмечать. Нас в гости пригласили. Сами жадюкины. А ты с нами не пойдешь. Нет, а ты собирайся. У тебя и мать наряду ешь мне. Ну, ничего. Я долго посижу и разговариваю. Ага, можно завтра посадиться. А ты чего ты здесь у меня раскомандовалась? Не у себя ты не находишься. Как не у себя? А так? Я же здесь родилась. И что? Это вообще не имеет никакого значения. После смерти твоего отца, то, почему муженька моего дом по наследству мне достаться. У меня и документики на это имеются. Так сказать спасибо, что мы тебя здесь терпим и не выгоняем. И вообще, давай, Шина, накрывай на стол. Сейчас буду дочку будить, Грунечку. Груня, Груня, доченька, солнышко мое, вставай. Солнышко, давай уже встал. Груня, котик, просыпайся. Коты уже давно шевелуют. Ну, Грунечка, доченька, вставай, мой зайчик. Завтракать уже пора. Ой, Рульков я не кормила. Тихо, тихо. Доченька, проснула. Опять вставать. Зачем ты меня разбудила? Мне такой сон снился, а ты меня разбудила. Что тебе снилась моя ягодка? А снилась мне, маманя. А снилась моя ягодка? А снилась моя ягодка? А ты в самый неподходящий момент меня забудила, когда лакеи мне подарочки принесли. Ну, Грунечка, ну не переживай, моя ягодка, после обеда ляжешь и все подарки получишь. А сейчас давай кушать и умываться будем. Кушай, кушай. Покушала? Иди умываться. О, пригодится. Ну, давай, давай, тебе красивый, нужно ты. Давай умываться. А-а-а-а! Что случилось? Вода холодная! Настя специально у мамы запустила, чтобы я заболела. Она специально хочет дом у нас забрать. Холодная! Умывайся, моя ягодка. Вытирайся, моя рыбунка. А замочка не переживай. Дом по наследству нам достался. Иди, у меня и документики на это место. Мы с этими документами от них живо избавимся. И вообще, сегодня же Новый год. Нас в гости пригласили. Кто? Опять Мухрышкины? Нет. Нас аж сами Жадюкины. И нас тут сапа возьмем? Нет. Она дома останется. Ага! Она пригласит сюда своих друзей и начнут тут хороводы устраивать. А мы... А мы у Жадюкиных будем проценты разговаривать. А я и не запрещу сюда приводить друзей. Запрещу. Она тогда за вас не пойдет. И все равно веселье будет. Ну, не переживай, груша. Груша, дядька-то. И не называй меня больше груша. Ну, Иночка, ты меня придумала. Так и слышно, везде кричат. Вон! Идет грушевый капот. Да я уж дочи столько имен перебрала. Сначала хотела Фекла. Фекла. Потом Акулина. Акула-паракула. Ну, а потом Агрекина. Ангина. Маманя. Маманя. В магазины никто не вызывает. Только и слышно все говорят. Настенька. Настена. И вообще, маманя, придумай. Чтобы у Насти праздника не было. Не переживай. Придумаю. 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 Ах, маманя, я на грани. Ничего не хочется. Как шапан стоит в стакане. Все на мне прокочется. Почему ко мне, подружки, плохо все относятся? На душе скрипутся кошки и наружу бросятся. Не печалься ты моя, драгоценная. Скоро будет жизнь богатая, степенная. Только надо мне от нас и избавиться. И тогда вот этот дом нам достается. Тише, Груша, мама, слушай, буду я тебя учить. Жизнь не надо больше кушать и добро себе копить. Ты же большая детка и тебе пора достать. На душе кратит жизни и поменьше отдать. Придумала. Придумала. Не будет. Настя с друзьями новых вас встречать. Не будет. А где она его будет встречать? Ты не поверишь. Полиции. Полиции. Вот это ты баба, которая его придумала. Она придет и я скажу Насте, чтобы она... Ты где шляешься? Вон, Сань, по посуде мне мой дай. Я кроликов кормила. А вы что, уже позавтракали? А ты думаешь, что мы тебя будем ждать? Груничка. Груничка. Тихо, Груничка. Настенька устала. Целый день трудилась. Ой, проходи, посиди. Наверное, уманиваться. Спасибо, мам. Да что ты, какая манушка. Манушка, правильно. Может, покушать хочешь? Покушай, покушай. А ничего и не осталось. А надо было мать готовить. Тихо, Груня. Ой, и правда, ничегошеньки не осталось. Нет, она такая. Ну, ничего, ничего. Ты посмотри-ка, посмотри-ка, как они выглядят у тебя. Точеная. Ай, ну просто заглядеть. Так вот красоту беречь надо. И вообще, девочки, нам надо забыть про все виды. Жить дружнее. И встретить Новый год вместе. По-семейному. Ты что, маманя? По какому и такому по-семейному? Какой Новый год? Какой Новый год может быть без ёлочки? Ёлочки-то у нас с вами нету. Но не плачь. Ух, а-а-а! Как хотелось вместе. По-семейному. Не плачь, матушка. Не плачь, Груня. Я схожу в лес и принесу вам самую лучшую ёлочку. И будет у нас настоящий праздник. Правда? Да? Собирай, ой, какая ещё? Груня-то тоже. Какая сумница. И только как следует выбирай. Самую красивую. Ага, самую пушистую. Не торопись и тщательно. Груня-то-пор. Груня-то-пор. Иди, иди, ступай. Ой, сестрите, я там тесто поставлю. Присмотри за ней, пожалуйста. Я скоро вернусь, матушка. Не скоро ты вернёшься. Е-е-е-е-е. Е-е-е-е-е-е. Мамань. Какой Новый год? Какая ёлка? Мы же к Шатютиным собирались. Ну... Я же не сказала, Настя. Зачем лес пошла? Зачем? За ёлкой. А лес у нас такой? Дубовый. Это главная доченька у тебя. Дубовая. А лес у нас заповедный. А в заповедном лесу ёлки рубить можно? Да. Только потихонечку. Ой, это, доченька, в головушке у тебя всё? Потихонечку. Заповедный. Заповедный лес у нёбки рубить нельзя. Там ходит лесник. Порвён Антипус. Он нашу Настю схватит. И в полицию. Поняла. В полицию. Вот это ты, маманечка, здорово придумала. Наконец-то мы от носки не спарились. Мой патериал, присправительный. Ох, сегодня мы купляем. Будем пролить им, что надо. Найдимся, в игры поиграем. Ах, маманик, как я рада. Ты послушная, ты разумная, ты добра, трудолюбива. Ты хорошая, ты пригожая, ты умна, честна, красива. Эх, тили-тили-ли, ох, проливали. Сейчас и мы своё найдём. Раньше нас не приглашали, а теперь с уважаем. Значит, очень далеко пойдём. Ох, тили-тили, ох, проливали. Сейчас и мы своё найдём. Раньше нас не приглашали, а теперь с уважаем. Значит, очень далеко пойдём. Ну вот стучит. Вернулась. Передумала в лес и те. Чего стучишь? Заходи, бать перекатная. Какая пиколь перекатная. Ты чё, Пороша, а? Такой говори. Ой, это ж сам, господин жатель, пожаловал. Не зерчайте, батюшка, путаница вышла. Проходите, присаживайтесь. Не желаете ли чай плотный, батюшка? А какой у вас чай? Кипяченый. Индийский, батюшка, индийский. Индийский. Пусть индус пьют. Я китайский употребляю. А вы чё, китая? Чё? А она говорит, красавец, ты бачка, красавец. Беда-то. Нет у нас китайского. Это только индийский. Да. Но чужой беде, как говорится, сытнее будешь. Ну, ладно. Давай, индийский чёрт. Угощайтесь, угощайтесь, таракан, насекомый. Я, Лев Павлинович, Жадюкин. Прошу запомнить. Жадюкин пусть не нравится во всем моих отборьях. Зато все очень нравятся мои добрые изобилия. Подумаешь, не нравится? Жадюкина душа. Зато это Жадюкина, а цемента хороша. В человеке всё должно быть, дорого и вилла. И машина, и квартира, и пальто, и вилла. И пальто, и вилла. Все знают, у Жадюкина ужасный мерзкий нрав. Но себе лучше Жадюкину, смотреть на Минский шкаф. Подумаешь, не нравится Жадюкина жена. Зато всем очень нравится мой сын и вилла. Человеке всё должно быть, дорого и вилла. И машина, и квартира, и пальто, и вилла. Я, собственно говоря, по делу к вам пришёл. А вам, батюшка? Жена моя неразумная со мной не посоветовалась. И вас в гости пригласила. Ой, да, великая души супруга ваша. Великая глупость она, человек. Отчего же? Что будет-то, если вы к нам в гости-то припреетесь? А что же будет, батюшка? А я знаю, весело будет. Кому-то весело, а кому-то и грустно. Принут, начнут нашу колбаску пилскую початрят обжирать. Чай мой китайский, любимый, клобыстарь. Ничего себе, Новый год. Батюшка, а мы не будем. Мы просто придём, посидим, телевизор у вас посмотрим. Да? Мой-то японский панасоник. Я чего, я зря покупал, чтобы вы всё своими сеньками допялились? А мы не будем телевизор смотреть, батюшка. А мы просто придём, посидим, поговорим. Да? На моём-то финском диване. Ну, хорошо, мы и сидеть-то не будем. Мы вообще просто придём, постоим. Да? На моём-то итальянском паркете. Ладно. Так уж и быть. Приходите. Вот, кстати, вот эту бумагу пишите. Какую, батюшка, какую? А вот эту вот. Вот. Мы, ниже подписавшиеся, обязуемся платить семье Жадюкиных стоимость съеденных продуктов питания на празднование Нового года по установленным тарифам. Смет прилагается. А вот и смета. Ой, батюшки! Маманя! Маманя! Ничего, ничего. Скоро дойдёт. Всегда совсем покой, когда я свои смертные показываю. Ой. Батюшка, а можно мы лучше вам подарочек подарим? Да. Можно? Подарочек? Да. А другой подарочек? Очень. Лучше, конечно, ещё подороже. Ну ладно. Так же быть, приходите. Только это вот. Вторую обувь не забудьте. Ага. Ладно. Руками ничего не трогать. Вопросы громко их... Глупость не задавать. И громко не разговаривать. Обязать-то можно? А где мы родимся? Ну, если вы без этого не можете, можете мешать. Кондиционная игра испанская. Да, вот так. Славь, Света! Уже не с артанами! Славь, Света! Славь, Света! Славь, Света! Субтитры подогнал «Симон» 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 Ой, дедушка, вы мне сон, отечаянная ветра совсем, а пойдёмте ко мне. Зачем? Ко мне в гости. Я вас со своими друзьями познакомлю. Вместе Новый год встретим. Вот, значит, как. Я готовил, старался, а ты моими угощениями предуешь. Что вы, дедушка, ну давайте, давайте, я попробую ваши снышки. Вы только не расстраивайтесь, пожалуйста. Ах, какая ты добрая, долугодливая. Ну тогда попробую с этими снежками что-нибудь сделать. На подносном волшебном, где снежков так много было, появились угощения те, что я здесь служил. Вот это да! Вы что, фокусник? Какая красота! Чудеса! Вот это да! Нет, Настенька, я не фокусник. Дед Мороз! Дед Мороз! Я стоял, Дед Мороз! А это от меня, Настенька, тебе подарок. Что это? Это волшебные снежки. Они принесут тебе счастье. Спасибо, Дедушка Мороз! Ой, я обещала домой с Ёлочкой вернуться, как живы. А Ёлочку, Настенька, я принесу тебе сам и своей личной оранжерей. Спасибо, Дедушка. Ну, до свидания, пожалуйста. До свидания, Настенька, до свидания. Интересно, чем же закончится эта история? Дедушка Мороз! 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 Продолжение следует...